Всевышнего Аллаха следует любить Нам не дозволено кого-либо любить так, как мы должны любить Аллаха Это является большим ширком Если кто-то полюбит какого-то ученого или какого-то угодника больше или так же, как любит Всевышнего Аллаха, то это является большим ширком Сؤال Вопрос Любовь к пророку Любовь к пророкам и посланникам в общем К праведникам, имамам Можно их любить точно так же, как мы любим Аллаха? Ни в коем случае это является большим ширком Мы этих людей выше перечисленных любим из-за того, что Аллах приказал нам их любить Любовь к этим созданиям ниже любви к Всевышнему Аллаху Мы их любим ради Аллаха И ни в коем случае любовь к этим созданиям нельзя ставить выше любви к Всевышнему Аллаху Если кто-то поставит любовь к чему-то вышней, чем любовь к Всевышнему Аллаху, Аллах его этой вещью накажет Фараон Дал предпочтение к этому мирскому и к своей властью над любовью к Всевышнему Аллаху И поэтому был наказан тем, чем влазил Те реки, которыми он владел, закрыли его, утопили его, и он был подвергнут наказанию этими реками Фараон дал предпочтение любви к имуществу над любовью к Всевышнему Аллаху, и Аллах наказал его его имущество Мы должны ставить выше всего любовь к Аллаху Каким образом? Всевышнему Аллах приказал нам молиться Пришло время молитвы И, допустим, время для торговли Какое из них? Каким образом ты должен дать предпочтение молитве? Если ты дашь предпочтение молитве, Всевышний Аллах, Субхану Таля, восполнит тебе то время, которое ты оставил для торговли и отдал молитву, больше, чем если бы ты продавал, оставив молитву Какой-то мусульманин, допустим, любит вино Если он вспомнит о том, что Всевышний Аллах запретил питье вина, то он говорит, я не буду пить вино И тем самым он приобретет довольство Всевышнего Поэтому мы должны любить Аллаха и никого вместе с Аллахом, Субхану Таля, так как мы любим Аллаха